Далекий 1945 год стал триумфальным для каждого жителя Советского Союза. Наконец-то наступила долгожданная победа в войне против немецко-фашистских войск. В честь такого знаменательного события Читинцам был преподнесен подарок – новенькая пятиэтажка в центре города. Здание существует и сейчас, только вот от прежней красоты не осталось и следа. Дом Победы, будто бы после нашествия врага, рассыпается прямо на глазах. По всей видимости, по нам в танков стреляют. В апреле месяце произошло обрушение фасада, вот такого рода. То есть мы регулярно обращаемся в надзорные органы по поводу обрушения. То есть у нас обычно верх обваливается, когда весна-лето, переход сезонов, перепады температур, обваливается штукатурка на головы прохожим, мы оперативно реагируем, что-то там где-то подмазывается, что-то убирается, то есть как бы все в порядке. Если раньше устранять повреждения удавалось своими силами, то теперь просто заштукатурить не получится. Чтобы залатать дыру в фасаде, требуется полная реставрация, которую никто производить не спешит, а может не хочет или не умеет. А тем временем здание трещит по швам. Местные жители только и успевают считать новые сколы. В попытке добиться справедливости люди уже дошли до мэра города. Александр Михайлович ничего не сказал, потому что это было письменное обращение. Он там его аппарат переадресовал в комитет ЖКХ. Комитет ЖКХ написал отписку в том, что в 2026 году ждите, ребята, опять ремонт. То есть, ну, наверное, на столетие дома все-таки мы дождемся. Но достоит ли дом до своего столетия, если не взяться вовремя за реконструкцию, очень сомнительно. На сегодняшний день за содержание исторических объектов отвечает уполномоченный орган по охране памятников. Последняя, в свою очередь, перекладывает всю ответственность на иную организацию. Государственная служба по охране объектов культурного наследия Забайкальского края в ответ на ваше обращение об организации обследования состояния фасадов объекта культурного наследия «Дом жилой» и принятия соответствующих мер сообщает, что данный объект включен в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Служба утверждена и выдана Забайкальскому фонду капитального ремонта многоквартирных домов «Задание на проведение работ по сохранению выделенного объекта культурного наследия». А фонд капитального ремонта от выполнения своих обязанностей вроде бы и не отказывается. Правда, проводить работы специалиста готова лишь по известному сценарию в 2028 году, когда подойдет очередь. Жителям осталось надеяться на помощь управляющей компании служба заказчика. То самое, что и обслуживает этот жилой дом. Директор организации Сергей Федорку пообещал, что в июне ремонт фасада будет произведен усилиями подрядчика. Но на дворе августа к работе так никто и не приступил. Мы решили узнать, какова же истинная причина такого безразличного отношения хозяина управляющей компании. Однако пообщаться с ним нам так и не удалось. В государственной службе по охране культурного наследия между тем заявляют, что приступить к реставрации не так уж и просто. Нужно разработать проектно-сметную документацию, объявить конкурс на поиск подрядчика и только после начинать ремонт. Как раз подрядчика до сих пор и нет, а это значит, что сроки проведения работ могут отодвигаться бесконечно долго.